Друзья, привет всем! С вами Ирокез и новая карта, новые рекорды. Сегодня мы с вами посмотрим, как Кеймайнд, впервые зайдя на своем стриме на новую карту Санок, просто моментально сделал больше двадцатки фрагов соло против сквадов, тем самым и поставив рекорд, и сделав просто отличнейший геймплей. Так что, друзья, будет интересно, располагайтесь поудобней, приготовьте вкусняшки. Если это видео тебе понравится, дружище, то просто напоминаю, что ты можешь поставить ему лайк, ну и вдруг тебе понравится вообще на канале, так тогда можешь подписаться. Здесь подобные видосы выходят регулярно. Что ж, давайте начнем. Друзья, наконец-таки карантин начинает ослабевать, открываются различные заведения, появляются даже какие-то спортивные мероприятия. Ну и к этим событиям мои партнеры из компании 1x сделали немалое количество различных событий и игр, которые помогут вам отлично провести время, ну и если повезет, поднять свой кэш. А по промокоду Ирокес и ссылке, которую вы найдете в закрепе, вы получите крутейший бонус до 100 евро к первому депозиту. Всем удачи и спасибо. Катка начинается с новой локации руин, просто посмотрите, насколько она отличается с тем, что было ранее. Здесь кемайн прыгнул, нашел сайгу, и тут уже был небольшой момент. Вот сейчас вы можете видеть у него в инвентаре C4, и это баг. Сами разработчики в патчноуте написали, что C4 перестает спавниться на карте Санок в связи с новыми вещами, которые мы, скорее всего, сегодня увидим, но почему-то вот она все еще есть. C4 слишком имбалансна относительно грузовиков, с которых можно получить невероятно жесткий и очень крутой лут, и в связи с этим как раз-таки ее и идеологически убрали, что правильно. Панцерфаустов и так достаточно. Но, тем не менее, вот бывает, все не доработаешь, как всегда. Если учесть, что это тест-сервер, то это ничего страшного. Будем надеяться, что при переносе на основу это исправят и уберут. Здесь мы видим, что уже Кеймайн сделал два фрага. Слышит еще стрельбу в, получается, левой верхней части руин от себя. Здесь пытается пройти и, оказывается, нельзя. Добро пожаловать в новый дизайн карты. Ну, понятное дело, что все эти штуки еще будут дорабатываться, так как невозможно прочекать все. Но, естественно, темка неприятная. Отличнейшая стрельбаску БЗ и просто моментальный нок. При этом почему-то сразу же убийство соперника. Непонятно, что это здесь все сольники. Походу, может быть, снайперы со стримом, может быть, еще что-то. Но как-то не было пока еще именно ни одного нока моментальной смерти. Хотя, напоминаю, что на данный момент даже просто нереально поиграть соло на этой карте, так как она на тесте, а на тесте только сквад режим. Ну, вот как-то попались три сольника. Бывает ничего, в принципе, страшного. Здесь какие-то, ребятки, еще слышно, что находятся на руинах. Здесь было слышно стрельбуки. И майн сразу же под нее начинает активироваться. И надо отдать должное, что звуки также изменили. И их слышно, ну, на мой взгляд, получше. Сейчас еще будем, конечно, тестировать. Но по факту, вот здесь сейчас отлично услышал соперника на таком полупрефайере. Его настрелял. И тип сразу же подбежал резать своего друга. И просто сгорел. Ну что ж, жили они долго и счастливо. И умерли в один день, как говорится. Даже сам Кеймайн дохренел от такого. Такой, типа, чувак, а ты что стоял-то? Ты бы хоть, ну, попытался что-то сделать. Ну, видимо, не захотел. И, ну, вот еще хотел сказать несколько слов, пока вот не начался прям такой суперактивный геймплей. То, что данная карта на нынешний момент поощряет агрессивный геймплей. Игрок, который максимально передвигается по карте, участвует в каких-то событиях, файтах, грабит грузовики, берет дропы, будет иметь просто нереальный шейлут. Обязательный будет просто дроп масхалата, фулл Т3, каких-нибудь там дроповских оружий, если ходить на эры. Ну, короче, это сейчас поощряется, и это круто. Потому что, действительно, когда ты играешь агрессивно, ты хочешь как-то иметь какое-то преимущество над челом, который просто сидит и ничего не делает в кусте всю игру. Вот теперь оно минимальное, в виде каких-то плюшек более хорошего лута будет. При этом не ломая игру, но при этом давая тебе какие-то приятности. Также еще очень хорошая вещь, что теперь водоемы прям крайне-крайне мелкие. Практически каждый из них вообще можно пройти пешком. Но даже здесь мы видим, что Кеймайнд вроде как занырнул. Но при этом это действие длилось всего лишь секунду. Здесь замечают первого соперника, который был отвлечен. Вот мы как раз видим тот самый грузовик. И сначала сейчас, наверное, Кеймайнд добьет здесь игроков. И потом будет пытаться его драйвбай. По крайней мере, я бы так делал. А сейчас посмотрим, что будет делать он. Здесь, понятное дело, что еще находится в тубзике человек. Уже 8 фрагов, что крайне хороший результат при 56 живых игроках. Прокидывает смог для того, чтобы мог нормально выйти из-за дерева, понять, где находится враг. Тем более, не факт, что он здесь один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пошла тяжелая артиллерия в виде Си-4. Просто, естественно, соперник сейчас будет вынужден выбежать отсюда. К сожалению, грузовик уже уехал в не самом понятном, скажем так, направлении. Но, тем не менее, нельзя было, естественно, идти за ним в погоню, когда у тебя вот здесь вот еще находился соперник, который контролит. Но Кеймайнд его спокойно забрал. Вообще, без каких-либо трудностей. Си-4 дала свой импакт. Забавная, конечно же, взрывчатка. Берет теперь СЛР, что тоже очень даже серьезный ган. Поменял его на Кубу, хотя Кубу считается немножечко такой имбалансный или еще что-то. Ну и, видимо, не собирается ехать за грузовиком. Да, походу, вот еще решает залтать этого парня, найти у него чего-нибудь. Будет ли брать М416-ю? Интересно. Вот она в трупе лежит. Да, решил поменять. Все-таки М16-я как-то, М416-я как-то привычнее тем или иным игрокам. Столько часов с ней было отыграно. Почему нет? Ну и теперь нужно ехать дальше. Как-то наводить шороху по карте. Вообще на карте Санок не очень удобно ездить на транспорте, потому что вот даже сейчас вы можете обратить внимание. Скорость 37-40 километров. Но это мало. Это реально немного. И высадить такую тачку довольно-таки легко. Особенно если учесть, что это сквады. Поэтому лучше, конечно, ездить по дорогам. Но Кеймайнд вот решил сделать так. Прокатиться до дропа. И еще какую-то инфу вроде как собирает. Что здесь? МК-14. Дорогие мои друзья. Просто лучший дроп, который только может быть в этой игре. Ну и замечательно. Теперь вообще себя будет хорошо чувствовать. И давайте же посмотрим, как он будет ее реализовывать. Вот здесь как раз-таки немного проехался. И уже по нему начал настреливать какой-то тип. Замечает его СМК-шки. Пытается как-то стрелять сквозь листву. И вроде как даже были какие-то попадания. Для того, чтобы не отпускать этого типа. Сразу же садится в транспорт. И пытается сократить с ним дистанцию. Даже если одно попадание СМК было, то это уже минус практически пол хп. Этого достаточно пытается задрайбайть. Непонятно, где находится этот тип. Не замечает его ни в тубзике, ни в ангаре. Что немного, если честно, странновато. Ну, видимо, просто хорошо спрятался в какой-то из этих локаций. Сам Кеймайн говорит, а что? А где он? А куда спрятался? Он просто убежал. Просто пошел в воду. Я его больше, говорит, не вижу. Ну, бывает что поделать. Сейчас пытается его зачекать на мосту. И я не увидел лично. Вроде как Кеймайн стопорнулся. Нет, все. Испарился. Я думал, у меня у одного такая тема, что врага не видишь 3 секунды. И он пропадает просто как будто бы сквозь текстуры в землю провалился. Оказывается, нет. Нормальная распространенная тема. Ну, давайте чуть-чуть мотанем. Здесь катался дальше, пока по нему не начал огонь весь сквад. И здесь расплюшка с МК. Два. Все. Поспи, дружочек. Еще второй нок. Как же больно это оружие надамаживает. Как же она жестко настреливает. Просто сейчас, если еще одной пулькой побарет. Нет. К сожалению, не попал. Но там у этого чувака, естественно, осталось хп на крополях. Он будет пытаться поднять своего тиммейта. Здесь какие-то пиксели вообще не видно, куда стреляет Кеймайнд. Но нужно, наверное, что-то с этим сделать. Поскольку там два нока. Не стоит давать соперникам разресать друг друга. Но здесь вроде как никак не проедешь. Поэтому он просто берет угол или даже пытается залезть на скалу. Ничего себе. Хороший вариант. Здесь, да, у этого типа может быть лоу хп. Находит первого. Попытается попасть в голову. Немного не вышло. Тут замечает этого типа, дружище. Это было нехорошо. И не успели резнуть все-таки чела. И нокнутый был добит. Здесь все-таки пекается тип очень-очень неосторожно. И за это также отлетается МК-14. Здесь в спину тем временем зашел какой-то пожилой сольник. Тупо аферист с буткемпа. Но не получилось у него сделать что-либо Кеймайнд. Опять же за счет новых звуков. Да и просто так услышал этого парня. Быстро развернулся. Отдал ему небольшую очередь с М416 в лицо. И в принципе теперь опять себя чувствует хорошо. Здесь катается дальше. Замечает. Это был на парашютике видимо дроп какой-то. Здесь еще говорят. Что за фигня. Что на меня все время вот кто-то тут быкует. Что по мне все время кто-то стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы появились. Там просто что-то. Какой-то град из пуль заходит на Кеймайнда. Здесь типа и сверху пытались взорвать ему тачку. Не получилось. Ну и теперь начинают получать уже пульки с МК. И такие вот. Что-то мы зря быканули. Простите. Мы можно тут поресаемся. Пойдем домой. Не трогайте нас пожалуйста. А нет. Уже нельзя. Уже все. Уже ты 14 фраг для Кеймайнда. Сейчас еще друг твой придет. Вот это вот. Нет. Еще не придет. Пока его не видно. Зона скорее всего сойдется не на этих типов. Поэтому их можно было бы подождать. Закрыть. Но я не думаю что Кеймайнд будет этим заниматься. Тут пока. Пока этот тип соизволит прийти. Можно еще врагов. Не знаю. 5 наверное убить. Поэтому. В принципе я думаю что да. Будет контролировать общую площадь вокруг себя. Замечает вот его за небольшим таким холмиком. Вот тут вот тип уже. Уже забыл что у тебя в бочине МК-14. Это могло сейчас быть для тебя очень-очень фатально. Если бы Кеймайнд попал ему в голову то 100% был бы ног. Потому что у человека был первый шлем. А данная винтовка при любом количестве хп просто шотит первый шлем в голову. Вообще не оставляя ни шанса. Но немножечко не попал. Ну и здесь у нас как раз таки идет небольшая обрезочка. Потому что ничего видимо не происходило. Перетягивается через мост. Как раз таки в сторону того самого берега. Где находился тот тип. Которого прям хочет Кеймайнд закрыть. Прям не дает ему это покоя. Тут вот перилки пока что не дает хорошо удобно настрелять. Но человек ни о чем не догадывается. Да, дружочек. Давай вот здорово пацаны. Сейчас у вас будет веселье. Вот ты первый становись. Ну-ка погоди. Кого выбрать? Вот этого выбрать. Все. Давайте ребят. Нормально встали. Удачи вам. Нужно чекать спину. Когда вас двое так особенно. 16 фрагов. Отличнейший уже результат. Но еще 18 игроков живо. Что понятное дело. Можно сказать только так. Сбор урожая повышает. И тут там что-то Кеймайнд уже начал развлекаться. Себе что-то там подпевать. Типа вообще. Вот просто. Насколько же им наплевать. Ой, слушайте. Вот тут вот прям немножечко больно залетело. Да, нужно лечь и как-то подхилиться. Но просто. У тебя в спину. Убили двух врагов. И точнее двух тиммейтов. И ты такой. Да там чел. Да ладно, он не будет меня трогать. Я тут вот еще постреляю в другое место. Оттуда нужно было сразу валить. Сразу бежать. Пытаться менять позицию. Для того, чтобы как-то вообще. Ну, хоть пережить. Такой вот град. Но, тем не менее. Нет. Тем не менее, чел как стоял с кем-то пекался. Так и стоял. Ну и отлетел. Ну что ж. Еще давайте немножечко матанем. Здесь еще замечают остатки сквада, которые перебегали. И вот тут вот вода. Видите, намного, скажем так, с одной стороны вроде как стало приятней, что ее меньше нужно преодолевать. Но с другой стороны тяжелее. Потому что тип не мог никак занырнуть и спрятать свою голову. И за счет этого был только что нокнут. Зона поджимает. Так что вполне вероятно, что его просто не успеют поднять. Даже если успеют, то он будет не фловый. И дальше продолжит бежать. Поэтому кеймайнду просто имеет место, вот да, логика взять как бы небольшой угол на перерез. И выйти встречать данных типов непосредственно с самого круга, с близи белой безопасной зоны. Что он естественно и делает. Да, но попутно еще нашел себе жилет для более комфортного отыгрыша. Ну и здесь уже опять все, катка прям в его руках, в его контроле. Если еще сейчас залезет вот на вот эту вот вышку, то сразу же получит информацию об этих типах. Но нет. Естественно продолжает, ну не теряя времени двигаться в белый круг. Говорит, что вот они, да, сейчас видимо резнули своего тиммейта. Будут как-то пробегать вот куда-то сюда. Примерно показал местоположение. И далее уже сейчас будет не давать им добежать до безопасной зоны. Что с МК-14 получится у него естественно очень даже неплохо. Ну и тут уже естественно берет оружие для того, чтобы не бежать с голыми руками. И все время чекает по сторонам, примерно пытаясь найти как раз таки данный сквад. Еще у него 14 соперников. Нужно об этом тоже помнить, видеть. Вот здесь замечает первого представителя, который перебегал. Пытается найти еще других, потому что информации об одном это слишком-слишком мало. Ничего себе ты глазастый дружище. Он просто заметил Кеймайнда, который находился за камнем. Сам Кеймайнд говорит, ничего себе, ты больной что ли? Как ты меня увидел вообще? Ну да ладно. И обратите внимание, вот отличие от тех типов сразу же обходит, меняет позицию. Тут же чекает свою спину, понимая, что это далеко не единственный сквад, который может к нему прийти. И что не нужно с ним воевать прямо сейчас. Зона всех как бы встретит, ничего страшного, можно обойти. Да, можно как-то стереть о себе информацию, чтобы типы начали уже заниматься своими делами. Кто-то там подбустится, откроет инвентарь, кто-нибудь отвлечется на какую-нибудь фигню. И, понятное дело, начнут ошибаться. Против сквадов, естественно, только так. И можно делать, потому что если в соло выйдешь на типов, которые тебя втроем контролят в одной позиции, то, ну, ничем хорошим, естественно, это не закончится. Здесь продолжает чекать, пока непонятно, куда перетянулись данные типы. Идет довольно-таки аккуратно. Обратите внимание, без шифта. Здесь еще даже сократил немножечко свои какие-то движения с помощью куешек. Это примерно равносильно тому, чтобы нажать С и красться. Но вот тут вот пытается начекать соперников. Вот почему я сказал, обратите внимание, без шифта очень много вот таких вот моментов, нюансов, мелочей. Вот здесь, если бы двигался с шифтом, во-первых, прицел бы опускался вниз, что неприятно. Во-вторых, было бы больше слышно, и соперники бы успели среагировать лучше. А здесь тип просто вышел в него спиной. Хоть и Кеймайн получил на ПОХП себе такую неприятную плюху, но, тем не менее, все у него хорошо. Говорит, что надо было есть большую аптеку, просто у него бинт стоит на маленькую, и он не знал, что у него есть большая в инвентаре. А так это такая небольшая ошибочка, да. Но здесь будем надеяться, что она не сыграет свою роль, и что ему ХП хватит для того, чтобы перестрелять тех, кто здесь остался. Естественно, что сейчас нужно как-то прогрессировать, поскольку есть один ног. Нужно его добрать, что, в принципе, и получается. Кеймайн это и делает. Еще раз прокинет гранатку, поскольку там тиммейт, наверное, подойдет. Ну и зона немного выдавливает, он решает не оставаться на краю. Это он добил только нокнутого им. Значит, тут еще как минимум один тип, которого он также доедает. И это 20-й фраг для него, и он остается один против двоих. Резкий топ-3, только что было топ-15. Тут как-то все поумирали, как-то что-то произошло невероятное, и пацаны уже отдыхают. Здесь ничего себе, кто-то, оказывается, вызвал флэйр дроп, и можно найти в нем аук, что неплохо. Хотя, я бы, наверное, оставил берил. Он сейчас слишком хорош, слишком силен, но все-таки оружие же из дропа, правильно? Так что надо брать. Кеймайн себе оставил, при условии, что у него и патронов не так уж и много, пятерочных. А, у него и семерочных мало. Тогда вопросов нет. Все, тогда понятно, почему он его взял. И здесь замечает первого соперника. Это, оказывается, был сольник, доктор Дик, мистер Тестис. Ничего себе у тебя никакой. И это 21-й фраг, дорогие мои друзья. Ну и остался один в один с каким-то типом. Занял край круга и смотрит как раз-таки оставшие части, ну, получается, небезопасной зоны, которая сейчас будет сужаться, и пытается понять, где же находится тип. Держится камня, чтобы было какое-то укрытие. И смотрит. Ну, Сюка, давай. Ну, где же ты? Логично предположить, что он мог сидеть в кимпе. Но это предположение, которое не стоит прям 100% проверять. Так вот, что-то чекнул, посмотрел, никого не видел. Ну и ладно. Говорит, непонятно, что, где последний, где он прячется. Опа, канистра. Осторожней. Не стоит здесь ходить лишний раз. Мало ли. Вдруг кто-то решит по ней настрелять, а не по тебе. Ну и заняв высоту в виде курятника, пытается все-таки с помощью какого-то более хорошего обзора заметить соперника. Не, мне показалось, что за камнем. Я вот тут немножечко начал нервничать. Думал, сейчас кеймайт не заметит, типа, и просто получит в бочину, в ухо. Но это была просто какая-то новая текстурка. Когда новая карта, непонятно, опа, услышал походу соперника. Так, что-то он говорит, что за фигня, не понял, его было слышно или говорит нет. Что за фигня, что такое. Насторожился кеймайт, как будто бы увидел провидение, но вроде как провидения никакого нет. Аккуратными такими перебежками подвигается по краю круга. Пытается понять, где чел. Похоже, что здесь. Ну-ка ты его найдешь. За камушкой нет. За второй тоже. Здесь вот, может быть, находится нет. Кеймайт прям уже начал проверять каждую троинку, потому что непонятно, что за фигня. Вроде как было слышно какие-то звуки, какие-то шаги, какой-то бег. Но, видать, все никак не может встретиться с этим парнем. Двигается уже от края. Прям по циркулю прошел весь белый круг предыдущий. Сейчас нужно заходить в новый. Ну где же, где же последний чел? По-любому где-то лег и, ну не знаю, мне кажется, это его вряд ли спасет. Если у него есть какое-то, конечно, хорошее укрытие, потому что, вот обратите внимание, сейчас он вглядывается во всякую фигню, никуда не спешит. И поэтому лежачий тип в кусте не будет для него какой-то, ну какой-то трудностью, скорее всего. Вот, я думаю, что он его просто сейчас заметит и убьет без вообще потери хп, вот просто моментально. А вот там вот это не он за камушкой лежал, вот там что-то, что-то какая-то текстурка. Непонятно. Очень тяжело посмотреть. Вот тут вот, да, взял 4х прицел для того, чтобы прочекать чуть получше. Да, говорит, лежит где-то, ой-ёй-ёй-ёй. Да, это походу он, я его там как раз-таки заметил в маленьком пикселе, но... Но нет, я не угадал. Оказывается, чувак тоже решил проагрессировать в Кеймайнда, снес ему пол хп. Ну и отлично Кеймайнд на это ответил. Топ-1, друзья мои, 22 фрага. Никто еще столько не сделал на новой карте, поэтому получается на данный момент это первый рекорд. Первый такой достойный жесткий результат. Поздравим его и спасибо, друзья мои, за просмотр. Желаю, как всегда, вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.